Доброе субботнее утро, мои дорогие зрители! Всех приветствую, всем рада, с вами Наталья. Ну что, суббота, завтра Великая Пасха. В Москве, конечно, погода-то не праздничная. Ну нет, ну солнышко есть, конечно, но холодно. А я вчера пока от автобуса добежала до работы, у меня уши замерзли, ледяной ветер, холодно. Хотя вчера утром было плюс 4, но холодно, вы знаете, прям вот как будто сейчас снег пойдет. И сегодня не жарко, конечно, солнце взошло, а на термометре ноль. А в пасхальную ночь нам вообще обещают заморозки до минус 2. Как бы снег не пошел. Честно говоря, не хочется. Холодно в Москве. Ну, надеемся, что это последнее уже похолодание, дальше будет только тепло. Ну, вернемся в ту ровку, да? Первая новость. Лелька отключила комментарии в Телеграм. А как же твоя дружная компания? Такая дружная у тебя в Телеграме. Вы такие все классные, вы так общаетесь. Обещаетесь. Что случилось? Или мой Тамбов к тебе заходил, предлагал тебе интервью дать по поводу суда? А? Но ты же всем отвечаешь нет. Тебе же лучше соврать, что у тебя суды то по мусору, то по шарану, то еще по какой-нибудь херне. Но только неправду. И вчера она, понимаете, такая была, в лепешках один раз выскочила. Но это утром один раз. Она всю ночь шарохалась. То она сепарирует, то она убирается, то она что-то делает. Ночью она спать не может. Как она сказала, пришли эти дни. Какие дни пришли у тебя? Когда ты днем можешь поспать, а ночью нет? У нас теперь новые идеи фикс. Да. Не помню, у кого-то я видела, то ли... У Ольги я видела. Да. У Сороки. То ли еще кто-то, девчонка, кто делает у нас нарезки. Когда у нее под... Где стоит этот самый Хундай, ящик стоял сколоченный. Помните? Все думали, что это сыроварня. Сыроварня у нее еще 3 марта стояла на кухне, в целлофане. Как мы знаем. Оказывается, еще в начале марта ей пришел вот этот вакууматор. И в ящике стоял вакууматор. Потому что мы вчера в видео прекрасно видели этот ящик, где двое из ларца распаковывали вакууматор. Но вы представляете, тоже все пришло в одно время. И сколько такой вакууматор стоит? Больше 70 тысяч. Но у нашей денег же нету. Нету денег. Но будем считать, денег нет. И ей прислали на обзор. Хотя она об этом молчит. Рекламу она сделала. Это о чем говорит? Значит, прислали на обзор. Значит, вакууматор к ней пришел бесплатно. И когда к Доброславу она ездила, что она там смотрела? Как он работает с вакууматором? Он ей все показал. Она для этого и ездила. Не инструкцию читать, как вчера она показала. Ей все, как, знаете, на пальцах показали, что зачем делать. Поэтому она вчера и рекламировала его. Только прошло больше месяца. Но, если честно сказать, мне когда присылали приглашение на рекламу, там в перечне стоит то, что дату назначают они, что я должна снять и как показать, что я должна рассказать, как должна скинуть ссылку. То есть дату показа видео озвучивают рекламодатели. Поэтому я думаю, что Быкова все снимала. У нее было на середину апреля. Так оно и вышло. Поэтому она и к Доброславу ездила. Она, видно, к Козлову позвонила. Те созвонились. Она видела человека второй раз в жизни. Но лезла к нему. Женщина, девушка, вы ко мне лезете обниматься. Помните, как? Печкин с мамой. Ну, ой, добрый Сергей. Как там Василий Иванович? Как его звали-то Печкина? Дамочка, перестаньте обниматься. Да, так вот там это лезла. Видит человек второй раз в жизни, но уже обнимашки. Но это все видели. И вчерашнее ее видео это сплошная реклама. Сплошная реклама. То есть все видео было посвящено вакууматору. И вот я удивляюсь. Когда она зарезала трех последних больших свиней? Если мне память не изменяет, это было еще недели, две или три назад. И откуда у нее столько мяса? Она делала столько тушенки. Она что, достает замороженное мясо, оттает его, кладет в вакууматор и замораживает? Я чуть ничего не поняла. Откуда у нее свежее мясо? Оно у нее три недели где-то хранилось? Или Ольга Анатольевна Б. Скупает у местного населения? Потому что в Тамбове если брать пол туши, четверть или целую тушь, то свиньи продают ну, по-моему, самый дорогой 250-300 рублей за килограмм. Вот и считайте, какая выгода у Ольги. Мне, конечно, непонятно все это, но где хранилось три недели, ну, пускай даже две недели, мясо? Она же не вчера свинью зарезала, и не позавчера. Хорошо. Делаем погрешность, что она это видео снимала неделю назад. А может, и вообще снимала, когда только свиньи зарезала, и опять она всех кормит консервами. И опять мы такие хорошие, такие хорошие. Любите меня, любите. Да, люби меня, люби. Ночью и днем. О чем Быкова мечтает, чтобы ночью тоже любили, потому что сидит на сайте знакомств. Два часа. Ну, а днем мы не спим. Нам днем некогда на сайте, потому что женихи все, наверное, на работе. Я, по крайней мере, так думаю. А может, и не на работе. И вчерашний стрим ее. Вышла. Сначала самолюбезность, потом брови нахмурила. И понеслось. Все ненужное мы удаляем. Те комментарии, которые про статью в моем тамбове, она удаляла, не читала. Мы теперь знаем, что вчера уехала баба Надя. Ну, даже не два месяца, не целый месяц она побыла. Всего 26 дней. За что Быкова сказала, баба Надь сколько собрали? 36 тысяч. Баба Надь сколько поработала? 26 дней. Это 26 тысяч. И по 200 рублей это получается сколько у нас? Еще 4, 5, 200. Еще по 5, 200. Это получилось 31 тысяча. А баба Надь собрали 36. И Быкова и здесь выкрутилась. Она купила у баба Надь еще билет. Вот на оставшиеся 5 тысяч. Я не знаю, сколько стоит до ее, до Магнитогорска сколько стоит билет. Она даже здесь за счет подписчиков купила даже билеты. Но она же сказала, что я купила ей билет. Если кто не понял эту математику, я ее раскусила сразу. То есть баба Надь была меньше дней, она и заплатила меньше денег. Но те 6 тысяч, 5 тысяч, которые оставались, она купила ей билеты. Опять за счет подписчиков. И вчера опять. Вот ей надо на помощников собирать. Десятку набрала. И 60. Наглость прет. Вчера она, видите ли, у нее вчера и шаран закрылся. Да, мы знаем, она вчера за шараном ездила. И такое вот несчастье у нее случилось. И вызывала она человека, который вскрывал ей машину. Электронику починили. И сразу он автоматически стал закрываться. А ты даже не знала, что машина-то закрывается автоматически. Сколько раз говорят, не оставляйте ключи. Или дверь до конца не захлопывайте. Ох, закрываются машины автоматически. Это я знаю. Не понаслышке. Я когда-то свою машину гоняла на ТО в автосервис. И там стояла Бэха. Ну и ребята, которые ее ремонтировали, также ключи оставили. Она вообще была не заведенная. Просто вставили ключи и все. Что-то они делали. Ну и один взял, захлопнул дверь. Хорошо, вот так окно было приоткрытое. Она раз и закрылась. И я смотрела, как они, мы ее стояли с мужем, наблюдали, как они ее вскрывали. Да, такое бывает. Даже когда не заведена. Или по крайней мере, зачем ты все ключи возишь с собой? Запасные ключи должны у тебя находиться дома. Да. Или по крайней мере в том месте, где ты можешь всегда их взять. Или кто-то тебе может их привезти и дать, чтобы открыть машину. Но тупая. И вчера мне понравилось ее выражение. Она сказала Свете, что Света, ты мама, потому что ты выполняешь функцию мамы. Ага, жопу вытираешь, кашей кормишь, что еще, горшки моешь. Конечно, функция мамы. А убирайся, стираешь, гладишь функцию мамы. А Ольга у нас, у нее функция папы. Мозг выносить маме. Еще что? А, она сказала, деньги добывать. Не зарабатывать, а добывать деньги. То есть она добывает мамонта. А я бы по-другому сказала, ты не папа, ты попрошайка, поберуха. Потому что ты не зарабатываешь деньги, ты их просишь. И вот у меня еще Роспотребнадзору вопрос. К налоговый вопрос. Как Быкова, имея ИП, род деятельности, видео в Ютубе умудряется продавать излишки? Насколько я знаю, излишки могут продавать с личного подсобного хозяйства. Фермеры. Потом еще кто? Фермеры. Но это все должно быть официально. Вся эта свинья должна идти через бойню. Вся свинина должна быть проверена. Должна быть с печатями. Почему ее не берут за задницу? И опять же, еще такой вопрос для налоговой. Быкова, когда выходит на стрим, она говорит, что это ее работа блогера. Донаты – это зарплата. Почему она с зарплаты не платит налоги? Она платит только с того, что платит ей Ютуб официально. А здесь официально трудно подсчитать. Налоговая. Вы почему для государства деньги не собираете? Она через свой поганый рот сказала, что она работает. Донаты – это ее зарплата. А с зарплаты все платят налоги. Даже с подработки. С премией, еще с чего-нибудь. Со всего платятся налоги. Поэтому налоговая. Прошу обратить внимание. Ну, я думаю, сейчас обратят. Сейчас все службы обратят. После статьи в твоем Тамбове все обратят внимание, кто она такая. И дело-то у нее заведено уголовное. Повторный суд, если я не ошибаюсь, то ли 23-го, то ли 24-го, 23-го апреля. В Тамбовской области все быстро, в Никифоровском районе. 11-го, 23-го. И там написано. Дело-то уголовное. Это я прочитала. И так. Уголовное, что ли, дело? Обратите внимание. И налоговое. Подтягивайтесь, подтягивайтесь. Быстренько службы, подтягивайтесь, пока у вас есть возможность. Подушка безопасности, смотрите, какая. Вы сейчас все вместе с копом и упакуем ее. На этом я прощаюсь. Желаю всем здоровья, хорошей погоды, хорошего настроения. Готовимся к светлому празднику, Пасхе. Чтобы у всех все было хорошо. Плохо уже было. Всем пока-пока. А я на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok